Друзья, здравствуйте. Ассаламу алейкум всем. Вот такой вот раздел сегодня у нас будет. Раздел работы с кувалдой. Развитие непосредственно взрывной силы, силы удара. Как работать кувалдой? Ребята, из того, что я знаю, я вам хочу рассказать, что работа с кувалдой существует, на мой взгляд, два вида. По крайней мере, два вида, которых я рекомендую вам, как можно работать кувалдой. Одной рукой берем за ручку вот здесь. Плоская часть должна работать. Вот здесь берем за ручку. Вторую прямо под непосредственно молотом. Затем, посмотрите, целенаправленно, под большой амплитудой, размах из-за головы. Обязательно. То есть отсюда взяли вторую руку вот здесь и затем делаем размах. Вот сюда. Вот. И всем корпусом вкладываемся в удар. При этом рука, когда вы пьете, автоматически спускается вниз к контору. Это очень важно. Еще раз. Посмотрите. Раз. И сводим руку вниз. И добавляем всю мощь. Вкладываемся в это. Когда удар происходит, кувалда отлетает. То есть, посмотрите. Понимаете, да? Она отлетает. И в этот момент вы делаете перехват. Посмотрите. И меняете. То есть, перехват. Перехват. При этом перехват происходит таким образом. Вот эта рука смещается вниз и остается на основном захвате. То есть, она меняется. Посмотрите. Вот. Вот эта рука меняется с этой. Вот отсюда. Раз. Она поменяется. При этом вторая рука, которая уже вылетела отсюда, она подхватывает молот. Уже сверху. Так же. Прямо под молот. Вот здесь. Посмотрите, как это происходит. Замена. Подхват. Замена. Подхват. Замена. Подхват. Все время бьем из-за головы. Никаких сокращенных ударов у вас тут быть не должно. Единственное, что вы можете сделать для того, чтобы обучиться, вы можете раз, двойни ударяй. Раз, двойни ударяй. Раз. Вот так вот. Вот, два. Отставил, поменял. Подставил, поменял. Тот момент, когда она подлетает. Подставил, поменял. Подставил руку, поменял. Подставил, поменял. Затем. Уже больше минуты, поменял. Подставил, поменял. Вкладываю. Постоянно вкладываю. Удар. Но в развитии, когда вы учитесь, непосредственно не должно быть какого момента, что вы прямо пытаетесь сильно ударить. Это не нужно делать для того, чтобы вы развивались. Сначала надо вам учиться. Ребят, еще раз объясню. Рука. Вторая рука. При ударе одна рука спускается вниз. И заменяю другую. Вторая отходит. И на подлете подхватывает. Прямо под молотом. Вот здесь. То есть, раз, подлетает, подхватывает. Ударит, летает, подхватывает. Я надеюсь, я объяснил вам. Это один из вариантов. Дальше. Второй вариант. Две руки. Закрепляем здесь. Можно сказать, как самурайский меч, да, держит. Вот так. Двумя ручками прямо держим. Спускаем кувалду. Затем, что происходит. Посмотрите. Вот он стоит. Мы делаем размах. Отсюда. Вот, посмотрите. Размах. Через голову. Размах. То есть, что происходит? Руки вообще не меняются. Работа происходит за счет работы корпуса. Раз. Два. Три. Четыре. То есть, ваша задача непосредственно. Отсюда взять крепкий размах. Подвод локтя. Через голову. Удар. Через голову. Удар. В сторону. Через голову. Удар. В сторону. Через голову. Удар. Вот это колечко локтевое, посмотрите. Вот. Должно над головой переходить. Отсюда. Раз. Отсюда. Два. Отсюда. Раз. Отсюда. Два. И при этом вкладываться. Для чего нужно работать куваврой? Следующий момент. Непосредственно еще раз покажу. Отсюда я буду работать. Как происходит. Она также будет подлетать. В этот момент вам нужно закручивать. Для чего нужно работать куваврой? Для того, чтобы развить силу удара. Если это бросок, броски получаются хорошо. В чем прикол? Там наверху походу кто-то делает становую тягу. 70 килограмм. И кричат, боже мой, какая. Не в этом дело. Посмотрите. В чем прикол? В том, что вы делаете удар. Что работает? Предплечья. Плечья. Спина. Полностью вся спина. Все, что может работать у человека непосредственно касаемо корпуса, задействовано абсолютно все. При этом в каждый удар вы выкладываете максимальную свою силу. Свою взрывную силу. На скорости все это происходит. Понимаете? Вы размахиваетесь. Ложился. 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 И работает. Может болеть поясница после такой работы. Это нормально. Потому что задействован полностью мышцы нашей спины. Ромбовидные могут болеть. Преплечья, трицепс. Это все нормально. Для удара, для бросков. Для бросков работа, я бы сказал, вот. Это не подходит. Потому что подхваты, бедро, кочерга, бросок за корпус. И так далее. То есть, любая работа, которая выполняется в борцовских дисциплинах, бойцовских, кувалт необходим. Сейчас два упражнения, которым вы можете развить удар. Есть еще третий. Выбор штанги непосредственно. Маятник со штангой. Я вам покажу его обязательно. Дальше. Ребята, часто задают вопросы, где можно найти покрышку. Покрышка вообще не проблема. Идете на шиномонтаж. Либо, не знаю, к дяде Федору, который ездит дальнобойщиками, не знаю, у человека, у которого есть грузовик. Я вас уверяю, у него где-то в огороде есть покрышка и не одна, в которой вы пользуетесь. Берем покрышку. Ложим покрышку. Идем на рынок максимум. Я думаю, тысячи-полторы. Это бы хорошо. Да если он не стоит, какую кувалку можно взять. Если вы не хотите манаться, дайте-ка на это. Попросите сварщика. Я уверен, можно с подручных средств сварить себе кувалку. Не обязательно, чтобы она была прям тяжелой. Килограмм 6, 5-6, 3-4 килограмма для начала. В принципе, достаточно. Потом со временем можете добавлять. Здесь делаем, не весим, совсем делаем. В том, что если вы хотите тренироваться, поверьте вам, он ничего не помешает. Я вообще начинал в этом. В сарае, ей-богу, это правда. У меня была деревянная доска, самодельная. И ДТ-диски вот эти, тракторные. Я надевал их на лонг и пытался что-то делать. И я думаю, многие из вас тоже так работают. И похвалят, молодцы. Так и должно быть. Сейчас посмотрите. Мяч. Микбол сам по себе, он, скажу вот так, он дорогой, наверное, потому что я точную стоимость вам сейчас не скажу. Но не обязательно, чтобы это был микбол. Можно обычный мяч взять, какой-нибудь крепкий, побольше. Тот же баскетбольный мяч, да? Берем его. Конечно, хорошо будет, если он будет потяжелее. Можно еще что-нибудь придумать. Я не знаю, связать какое-нибудь крепкое. Не знаю, как крышочек что-нибудь связать, песком забить. Им тоже работать можно. Бить им на поле, чтобы оборваться. То есть, не обязательно везде тратиться, ребята. Это не нужно делать. Делать не в деньгах. Дело в том, что если вы хотите тренироваться, можно тренироваться. Посмотрите. Что мы делаем? Как мы будем работать? Минута удара кувалды. Минута. То есть, в этом направлении вы так убьете. Либо двойными, да? Отсюда. Не важно, в какой стиль вы будете. Минуту поработали. 30 секунд. Полностью вкладываемся. Подняли над головой, даже над головой. И вот сюда вот вместе с ногами вкладываемся. Ударил. Поднял. Сударил. Поднял. Сударил. Поднял. И вот таким образом. 30 секунд поработали. Минуту восстанавливаемся. Три раунда. Максимум три раунда. В принципе, достаточно. Вот такую работу можно делать неделю в один раз. Для развития удара. Вот так вот, друзья. До свидания. До скорых встреч. С вами был я, Мамед Исаев. Надеюсь, я вам помог. Чем-то сегодня ответил вам на этот вопрос. До скорых встреч. Ждем вас на канале «Пройти». Субтитры сделал DimaTorzok